Я решил, что надо попробовать реализовать мою старую дурацкую идею. Задний привод на Subaru при этом не для дрифта, а именно для тайм-атака. Субтитры делал DimaTorzok Потому что я хотел, чтобы был качественный, хороший звук. Не взял с собой петличку, думал, да, и пофигу, возьму микрофон. Но, к сожалению, он не записал нифига. Так что звук будет такой, какой он есть, сразу извиняюсь. Но главное, чтобы вы суть поняли. Всем привет, дорогие друзья. Ну вот, наконец-то начался сезон, открылся сезон. Правда, на самом деле он открылся уже давно. Это для меня он сегодня открывается впервые, потому что, наконец-то, я выкатил автомобиль. В прошлом сезоне, в начале сезона, я также говорил, типа, ребят, я, скорее всего, не поеду весь сезон. У меня там куча своих проблем есть, не хочу сейчас этим заниматься и прочее. Тогда меня хватило на 4-3 дня. Вот 4-3 дня прошло, и все-таки я сдался и приехал. Сейчас прошло 2-3 дня и один этап. И вот я опять на треке. Но, честно говоря, мне надоело ездить, как в прошлом году, потому что, ну, я понимаю, что для того, чтобы ехать еще быстрее, мне нужно довольно сильно вложиться в железо. Ну, как минимум, нужно купить совершенно другую резину, потому что Нанканг это говно. Надо купить что-то реально поинтереснее. Сейчас, к сожалению, нет возможности все это делать. Я решил, что надо попробовать реализовать мою старую дурацкую идею, которую я уже давно вынашивал в своей голове. Это задний привод. Задний привод на Subaru при этом не для дрифта, а именно для тайм-атака. Так, по-моему, никто не делал, потому что это реально тупо, я это понимаю. Но интересный момент, что именно на этом треке затычном у нас очень хороший результат показала машина с передним приводом. То есть импреза переднеприводная просто феноменальные времена поставила. Объехала практически всех полноприводных товарищей. Поэтому я решил, так, с передним приводом все понятно, но надо попробовать задний привод. Я надеюсь, что задним приводом будет, как минимум, весело. Моя главная задача, что я конкретно хочу добиться вообще всем этим действием, это получить кайф. Потому что, когда я сажусь за любую заднеприводную машину на этом треке, я получаю очень большой кайф, удовольствие именно драйв от вождения. На этой машине из-за полного привода, из-за затычности этого трека все повороты проходятся со сбросом газа. Она андерстерит под газом, потому что ее полностью всю выносит наружу, если газ нажимаешь. Потому что и морда, и задница у нас все толкаются вперед. Поэтому у меня была теория, проверим ее сегодня, что если я уберу паразитный момент с передней оси на входе в поворот, а также при прохождении поворотов, то возможно, возможно, теоретически, она будет чуть лучше проходить повороты, и можно будет газом доворачивать. Потому что сзади у меня стоит дисковая блокировка. Дисковую блокировку мы изменили ее преднатяг. Да, у заводской субарышной дисковой блокировки, оказывается, можно преднатяг изменять. Это не так, конечно, существенно будет ощущаться, как в случае с куска. Но, тем не менее, можно так сделать. Я, собственно, это и сделал. У меня сзади стоит 180-й редуктор. У меня, в принципе, 6 ступ стоит, самый короткий, который есть на Subaru. И сейчас стоит задний привод. Как я это реализовал сам задний привод? Здесь мне, конечно же, помог небезызвестный Паша Соколов. Я загнал ему машину, и все работы проводились в сервисе. Перед началом сезона мне нужно было поменять моторное масло, поменять фильтра, поменять задние тормозные диски и задние машинки на вентилируемое все, поставить новое сцепление. Так, ну что, как диск сцепления? Война ужас. А? Он больше уже. Диск сцепления, все, да? Ну, с 2015 года ездили, нормально, выдержал. Ну, поменять тормозную жидкость, конечно же. Ну и, в конце концов, сделать задний привод. Задний привод мы реализовали старым дедовским методом. Мы сняли мою коробку, открутили хвостовик, вытащили оттуда мою живую вискомуфту. Потом мы взяли мертвую вискомуфту, поставили ее на хвостовик от другой коробки передач и отвезли к товарищам для того, чтобы ее как следует заварить. После этого готовую вискомуфту, заваренную, мы уже поставили непосредственно хвостовик моей коробкой передачи, все поставили обратно, прикрутили, убрали передние привода. Ну и, собственно, вот вам и задний привод. Потенциально слабые места в данной конструкции – это у нас привода, сам редуктор и неожиданно карданный вал. И для меня, конечно, удивление то, что из трех вот этих составляющих наиболее потенциально то, что может отвалиться – это именно кардан. Наверное, единственное потенциально слабое место, потому что у меня кардан гранатного типа, не крестовина. Здесь есть вариант, что может оторвать. Ну, блин, если оторвет, значит будем крестовидный ставить или от шести ступа покупать. Ладно, хватит слов, давайте к делу. Сейчас у нас уже постепенно опустилось солнце, сейчас у нас будут включаться фонари и начнется тайм-атак. Мы ездим вечером, у нас трасса полностью освещена. Надеюсь, что резина прогреется. Кстати говоря, резина у меня все тот же Нанканг, при этом передняя резина у меня в прошлом году полностью вся стерлась. Вообще в ноль практически, там протектора практически нету, я переставил ее назад. Да, резины, конечно, считайте, что нету. Здесь уже все мертвое. Да, печально. Тяжело Нанкангу пришлось. Стоп. Вот, дать весь. Также у меня опять сломало задние стойки стабилизатора. Ну, это многое объясняет. WhiteLine, привет. Самые, говорили мне, самые неубиваемые, самые крутые стойки на ШСах для WhiteLine этого стабилизатора. В общем, я уже пятый раз их ломаю. Надо что-то с этим придумать. Постоянно у меня их отламывает. Но, может быть, для привода это и хорошо, то, что их отломало, чтобы был зацеп. Чтобы при сбросе газа ее еще из-за этого не срывало. Короче говоря, посмотрим. Будут онборды. Оставайтесь с нами. Свою первую боевую сессию я решил ехать в одиночестве, потому что боялся за безопасность пассажиров, да и за свою тоже, так как не был уверен, что ничего по дороге не отвалится. Первые несколько кругов я просто пытался прогреть резину, ну и проверял, насколько все работоспособно, не отвалится ли что-нибудь по пути. И вот, наконец-то, пришло время попробовать первый боевой круг. После первого же переказа стало ясно, что держака все еще нету. На выходе все очень тяжело. Тяжело ускоряться. В первый же поворот было страшно заходить, хотя чувствуется, что есть потенциал. Она может еще быстрее проходить эти повороты. Ай-яй-яй-яй. Вот здесь вот на любой выход из поворота, хоть чуть-чуть, если я газ прижму, все, машину сразу ставят боком. При этом, если я в самом повороте нажимаю на газ, я чувствую, как машина доворачивается с помощью блокировки. Но вот тут вот я решил проверить, может быть, у меня стоит не та карта. Я хотел ехать на первой карте, решил проверить, вдруг стоит боевая. Переключил, но понял, что нет, нет, все-таки стояла именно обычная карта. Я включил ее обратно. Это 317 колесных сил. И даже на 317 колесных силах машину ставит боком. Все еще страшно заходить в первый поворот. Чувствуется, что есть потенциал, можно реально быстрее ехать. Но все еще есть страх, что может что-то пойти не так, и я могу лететь в стену. Тем не менее, очень понравился темп именно в первой этой связке. Прям чувствуется, насколько она быстрее может там ехать. Чувствуется даже вот в этой дуге под газом машина доруливается внутрь. Напоминаю, что у меня сейчас откручен, по сути ее нету, полностью отсутствует задний стабилизатор, поэтому при сбросе газа машина более-менее стабильна. Я даже не представляю, что было бы, если бы стоял сзади жесткий стабилизатор. У меня будет при... Ой-ой-ой-ой. Какая же она нервная стала на газ именно вот в этих правых поворотах. Даже не представляю, что было бы, если бы у меня стоял задний стабилизатор припишенный. Мне кажется, да, у меня еще и на входе к повороту уже заставляло боком. Но эту теорию мало тоже, конечно, проверить. В общем, проехал первый раз. Первые эмоции. Офигенно. Ну, прикольно. Она реально лучше поворачивает, она лучше заходит в поворот, и ей проще поворачивать. А в моменты, когда я чувствую, что ее начинает уже выносить наружу, чуть-чуть газу добавляешь, блокировка срабатывает, и она внутрь заруливает. В плане эмоций, ахривую, не очень нравится. В этом плане я доволен. Единственная проблема. Я сейчас еду на первой карте. У меня вообще три карты. Первая карта 317 колесных сил, вторая 380, и третья 480. Обычно я ездил на второй карте 380 колесных сил. Я сразу понял, что это не вариант. Слишком много мощности. Надо попробовать первую карту. По прямой ездил, более-менее вроде как держало. Сейчас, когда поехал, на первой карте, в общем, на выходе, когда нужно ускоряться, невозможно дозировать. Турбомотор. Я чуть-чуть нажимаю на газ. Думаю, ну, сейчас потихоньку буду плавно нажимать, а она раздуваться начинает сразу. Во-первых, от Манезис резко сразу поднимается, потом начинается буст. На буст выходить машина. Резина сзади у меня стертая. Может быть, это тоже еще усугубляет ситуацию. Короче, машина боком ставит постоянно. Любое ускорение, я пытаюсь начинать ускоряться, машина во все стороны швыряет, третью подтыкаю ее, дальше начинаю швырять. В общем, повороты все круто, но надо искать держак на задней оси. Либо шире резину, либо веса добавить. Потому что здесь, блин, на Subaru проблема, то, что у нас весь вес, он весь впереди. У нас основной вес, он в передней оси, а сзади у нас вообще развесовка обычно 65 на 35. Но мне очень понравилось. Сейчас надо просто будет с давлением поиграться, попробовать, может, пониже давление сделать. И посмотрим, что дальше. Пока что время не очень, я, если честно, боюсь. Я пока ехал, первые три круга я просто прикатывался, смотрел, что происходит, потому что реально пока страшно машину разбить. Как бы, в общем, тренируемся, учимся. Во время второго выезда я уже решил ехать вместе с пассажиром. И именно на этой сессии мне удалось улучшить время на целую секунду, да, чуть больше, там, секунда и одна. Стал ехать чуть-чуть смелее, стал экспериментировать, выбирать разные передачи в разных поворотах, открываться чуть раньше, тормозить позднее. Тем не менее, страх еще остается, все равно еще опасаюсь, слишком рано нажимать на газ, опасаюсь на скоростях заметать в повороты. Извиняюсь, скажи, за качество видео, господа. У меня есть три GoPro, четвертая, пятая, шестая, и всех объединяет одно, а не все отвратительно снимают ночью. Ну и плюс ко всему, здесь, как вы видите, пассажира моего изрядно так болтает во все стороны. После этого я проехал еще несколько сессий, по-моему, штук пять примерно, катал пассажиров, ну и сам привыкал к автомобилю. Автомобиль другой. Реально все стало по-другому. Он по-другому рулится, он охотнее заходит в повороты. Надо газом проходить повороты. Для меня это вообще, пока мой субарийный мозг просто это не воспринимает, потому что всегда я на этой трассе ехал со сбросом газа все повороты. А здесь нужно нажимать на газ. И вот с этим инстинктом сбрасывания нужно сейчас бороться. Плюс ко всему непривычно, то что на выходе из поворота раньше всегда надо по полный привод вышел из поворота газ в пол. Как можно раньше газ в пол, чтобы нивелировать разницу скорости в самом повороте. А здесь у нас и так держака нет, ну и за то, что задняя резина у нас уже практически полностью стерта. Там уже почти корт торчит из нее. Так помимо этого еще и мощности много. Я переключал карты, что первая карта, что вторая карта. Это пофигу вообще. В любом случае она будет буксовать. Быстрее она от того, что я включил больше мощности, там не поехала. Мне думал, может быть, она потом зацепится и быстрее поедет. Нет, все только стало хуже. Поэтому к этому, в общем, надо будет привыкать. Но самое для меня главное, это то, что я достиг своего результата. Главной целью было, чтобы мне было весело, чтобы мне было интересно водить автомобиль. А сейчас это действительно интересно, потому что машина ведет себя абсолютно по-другому. Да, она медленнее. Я уверен, что если бы у меня стоял полный привод, я бы на 2 секунды точно бы ехал быстрее. Может быть, даже на все 3 секунды. Потому что сейчас, судя по тому, что показывает Рейс Хрона, я очень сильно проигрываю именно на прямых участках. Если раньше у меня максимальная скорость на прямике была 130 км в час, да, у нас короткий затычный трек, поэтому 130 это, в принципе, максимум был, то сейчас это 119. Это довольно сильное, существенное именно снижение максимальной скорости. и надо нивелировать эту разницу скоростью самих поворотов. Но всему свое время. Мы будем тренироваться. Самое главное, что я сейчас кайфую и у меня есть желание гонять. А это, собственно, самое главное сейчас.